Существует очень большая разница между тем, чтобы делать то, что вам нравится, и тем, чтобы делать то, что необходимо. Когда вы начинаете делать то, что необходимо, для вас перестают существовать такие понятия, как «нравится», «не нравится». Если вы просто преодолеете ограничение таких понятий, как «нравится», «не нравится», всего лишь одно — это ограничение, то 90% вашей духовной работы будет завершено. Вот и всё. Потому что «нравится», «не нравится» являются механизмом, создающим вашу карму и порабощающим вас. Это я люблю, а это ненавижу. Как только вы разделяете творение подобным образом, вы теряете способность прикоснуться к измерению, которое мы называем источником творения. Оно становится для вас недосягаемым. Я хочу, чтобы вы уделяли внимание. И дети тоже. Хорошо? Всем вам необходимо уделять внимание мелочам. Травинке, листу, муравью. Ты когда-нибудь видел муравья? Попробуй рассмотреть его внимательно. Кто бы или что бы ни создало его, разве он не был сделан тщательно и с невероятным вниманием к деталям? Или просто абы как, а всего лишь какой-то муравей? Как вы думаете, он был создан как следует? Да или нет? Была проделана отличная работа, не так ли? На самом деле муравей — это просто фантастика, не какая-то жалкая букашка. Поэтому если создатель, если источник мироздания уделяет столько внимания такому крошечному созданию, как муравей, тогда кто вы такие, чтобы решать, что вам нравится и что не нравится? Когда человек делает что-то за пределами своего «я», он становится доступным для благости. Благость присутствует всегда. Вопрос только в том, доступны ли вы ей. Нам нравится одно и не нравится другое. Тебе нравятся тараканы? Почему? Предположим, что Шива явится в обличии таракана. Что ты сделаешь? Сделаешь намоскаром? Но как тебе знать наверняка, что это Шива, а не просто таракан? Как ты это узнаешь? Ты не будешь знать. Так что лучше делай намоскар перед каждым тараканом. Кто знает, который из них Шива? Это очень просто. Вот чему вас научила индийская культура. Видите дерево? Шива. Видите камень? Шива. Собаку? Шива. Корову? Шива. Потому что вы не знаете, какое обличие он носит сегодня. Лучше не рисковать. Не так ли? Лучше не рисковать. По крайней мере, начните с людей. Вы не знаете, в каком обличии он явится к вам сегодня. Не так ли? Допустим… Допустим… Кто знает? Вот почему, кого бы вы не встретили. Потому что никто не знает, кто скрывается за этим обличием. «Если вы станете такими, на вас не зайдет благость». В этом нет никаких сомнений. Вам не понадобится отправляться на поиски истины или Бога. Это прольется на вас дождем. Да. Редактор субтитров А.Семкин